здравствуйте друзья доброе утро сейчас 10 часов утра среда 4 мая потихоньку разгребается ситуация с подвисшим сайтом где люди проверяют результаты лотереи я просто вижу по комментариям которые оставляют участники лотереи под нашими видео то есть довольно многие уже там проверились а кто-то не может добиться добраться некоторые не спешат всегда есть люди которые говорят я через неделю пойду так как держится ну что же у нас тогда у нас есть уже победителем и сами победители и или там родители не выиграли и так далее это все очень приятно когда люди выигрывают вот так что мы давайте поздравим что еще сказать с утра сегодня новости я просматривал и там была такая новость неподтвержденная писали что по информации из двух источников значит губернатор штата огайо господин кейсик тоже решил больше не участвовать в выборах хотя надо сказать что какой то такой новости знаете существенной в этом нет поскольку он совершенно независимый человек то в смысле что от него ничего ничего вообще не зависит сейчас уже раньше от него кое-чего зависело если бы он из этой предвыборной гонки раньше ушел то он может быть дал бы крузу больше возможностей в том чтобы там попихаться с с трампом да но но вот раньше он этого не сделал когда в этом был какой-то смысл в противостоянии трампу вот но сейчас пишут вот так как бы там какие-то люди что наверное он не просто так снял свою кандидатуру именно сейчас потому что он буквально еще день назад клялся там до конца дайте вот пишут что скорее всего там есть договоренность что он пойдет вице-президентом как бы кандидатом вице-президенты вместе с трампом потому что он является губернатором штата который принадлежит категории swing state то есть такие они перебрасывающиеся в одну сторону в другую допустим биться сильно за голоса в калифорнии бессмысленно потому что калифорния голосуется да там за демократа нью-йорк то же самое но вот скажем техас всегда республиканский поэтому борьба и основные ресурсы политических вот этих компаний избирательных во всяком случае на уровне такой президентской там и так далее идут в тех штатах усилия идут в те штаты где есть возможность переключить с одного в другой то есть что-то такое сделать получить что-то такое чего у тебя нету еще а может быть может получиться так вот штат агайо где кейсик является губернатором вот как раз такой swing state то есть штат в котором как эта борьба такая предстоит и с неизвестным результатом поэтому говорят что имело бы смысл взять вот такого в обойму там но но опять это все спекуляции значит а суть процесса избирательного избирательной кампании сейчас состоит в том что трамп должен себя проявить как некто вокруг кого объединяется партия и ему крайне сложно в этой роли быть потому что во первых он далеко не как сказать не является воплощением тех идеалов которые стоят за партией то есть это но она абсолютно это не он вот во первых во вторых он является фигурой такой разделяющий в общем-то и очень многие его не не приемлют поэтому я я даже не значит он получится у него но во всяком случае это то то на чем он сейчас начинает работать вот он он хочет голоса тех кто голосовал за круза который выступал как резкая альтернатива трампу да он хочет их голоса и он вот начинает уже там похваливать круза какой он молодец там классный парень там еще чего-то хотя в день выборов в индиане во вторник с утречка значит он сказал что родители круза корешковали с тем самым господином который застрелил президента клинтона вот так что ли харви освальд значит что вот его родители с али харви освальдом корешковали вот так что в общем как и не брезгливый такой миллиардер в целом вот поэтому а сейчас он как бы его похваливает политика однако да так что вот но еще раз какой-то большой новости в том что кейсик откажет отказался хотя мы еще точно не знаем вот на блумберге я с утра прочитал что по сообщениям из двух источников отказался или собирается отказаться вот-вот не ничего такого как бы сказать значительного не происходит в этом деле но отказался вот было бы гораздо смешнее если бы он продолжал то есть это это просто унизительно уже было бы я не знаю единственный штат в котором он таки да получил большинство был его собственный штат агайо где он губернатора я уж не знаю там невеликое достижение конечно чё там чё там говорить но мы не знаем его расчет и на что он собственно претендовал то есть какой был уровень его амбиции когда он этим занимался и чем хотел добиться так что так вот а жизнь продолжается видите немножко пасмурно с утра но довольно тепло у нас меня пригласили на вторник 10 число 10 мая вечерком там где-то в 7 30 будет встреча вот этого женского айти клуба если вы помните у нас юля была руководитель клуба мы с ней делали видео месяца три назад и мы договаривались что я пойду у них там поснимаю вот так что у них там встреча и будет человек интересный там выступать давид блумберг его зовут дэвид блумберг и он является одним из создателей такого венчурного венчурного фонда который но вкладывает денежки в стартапы вот и он там будет выступать и соответственно соберутся женщины посмотреть на мужчину красавцы вот богатого а я могу там пойти поснимать просто чтобы вы видели ночи как как проходит заседание женского клуба айтишного можете там с кем-то еще познакомлюсь кого можно будет пригласить к нам на канал для интервью что то мы давно никого не интервьюировали засочковались вы знаете у меня такое ощущение что я в пробке какой-то нахожусь и тут еще полиция справа прошла если вы заметили по шолдеру справа а вот она там светится вдалеке если вы видите вот так специально вышел на этом лампочке видите на крыше автомобиля вот 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 там вдали так справа налево так световой сигнал такой проходит попал в пробку вот так друзья в жизни с утра выезжаешь и никогда не знаешь куда попадешь или в пробку или так легко проедешь да я вчера вечером в перископе поболтал часок название темы когда я заявлял там перископе я ее назвал там гринкарт лотерея и какое-то видимо это спекулятивное оказалось название то есть я хотел поговорить с теме ну в смысле на тему о том как ребята участвуют назвал гринкарт лотерея и там буквально в течение двух минут там сто с лишним человек прибежали там не за послушать но потом это довольно быстро вернулась на наше обычное количество там 60 человек 60 65 55 там там небольшие толпы собираются но там идет движение такое то есть я я честно говоря даже не знаю сколько проходит народу за одну сессию приходит уходит я соскучился за такими что ли ну болталками так так можно назвать живыми когда там вопросы ответы все живьем привыкаешь потихонечку и я думаю что вот та традиция которая у нас уже сложилась с ютюбами с болталками в ютюбе когда мы выходим в эфир где-то но я я считаю что это в 10 утра по москве там как мне кажется там летнее время зимнее время я не знаю у меня это всегда полночь вот я выхожу в полночь по калифорнии не знаю даже потому что там сейчас получается да и мне мне казалось что это 10 утра по москве ну ну не знаю может быть там как-то сдвинулась вот поэтому полночь пятница вечер до пятница ночь я думаю это будет наш такой день который мы закрепим собственно уже так на практике его закрепили но мы не объявлялись что это так а так а вот она какая-то там разборка происходит ой ну да значит мы сейчас из двух полос встанем в одну друзья вы видите натуральную съемку американского автопроисшествия что произошло мы не знаем но вы видите так народ сознательно выстраивается я хочу сказать что когда что-то происходит значительная часть замедления трафика замедление скорости движения состоит в том что люди смотрят по сторонам и вот смотря по сторонам они замедляют движение это неоднократно замечал бы даже до полоса в которой ничего не случилось там почти останавливается всем хочется посмотреть да ну так вроде все там безобидно по мелочи хорошо все вот теперь мы уже можем сказать что мы едем на работу нормально вы чувствуете как динамика изменилась движение энергетика вперед едем на работу среда сегодня среда я все от праздников отхожу поэтому так начинаю соображать медленно среда хороший день на job маркете обычно самый активный самый что ни на есть активный день вот если допустим вы будете в течение недели каждое утро свое резюме там обновлять то есть будете выходить в поиски за один день смысл в этом да то есть вот то вы увидите допустим в понедельник довольно активный рынок во вторник неплохо все а самый 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 пик будет в среду в четверг будет уже поменьше а пятницу будет вообще как мертвый сезон ну то есть бывает какое-то движение но так совсем мало в пятницу я сделал презентацию там делал не даже не знал что там получится в итоге но когда с рекрутерского интерфейса ты смотришь на резюме на профайлы там людей то есть такой чекбокс который называется third party и по умолчанию этот чекбокс он называется иксклуд third party то есть исключить там он помечен значит да чекбокс значит там чекнутый это значит что когда рекрутер делает поиск то по умолчанию в результатах поиска нету тех людей которые third party значит что такое third party это люди которые сами себя не представляют то есть они их можно нанять только через кого-то через вот этот third party одна партия это тот кто нанимает вторая партия это тот кого нанимают а third party значит это есть некая третья организация через которую идет найм типичный случай я где-то там доминирующий случай это когда человек у него рабочие визы он в каком-нибудь бодишопе там на h1b находится и у бодишопа особо нет там проектов а зато визу сделали его дальше этот человек идет на рынок и там и ищет работу какую-то с тем чтобы если его возьмут чтобы он уже шел через бодишоп почему рекрутеры не по умолчанию не хотят видеть их потому что наниматели не всегда к этому хорошо относятся или скажем так в основном не очень хорошо относятся поэтому они хотят человека на я деньги заплатить и все поэтому по умолчанию отчетку и я там кому-то там показывал что и хотел сказать что много людей на рынке вот с рабочими визами и так далее и мы сделали так я написал джава девелопер так как поиск на джава девелопер взял всю страну без ограничения то есть united states полностью и сказал там я не помню сколько там 30 дней вот и вышло значит с боксиком чекнутым значит вышло что-нибудь собрать там 15 тысяч просто и там 60 тысяч всех вместе когда боксик был анчет то есть на одного человека который джава девелопер такой американский с правом на работу было еще трое которые без права но это было за относительно короткий промежуток времени когда я сделал то же самое за 100 дней за 100 дней соотношение местных и не местных изменилась это уже не было один к трём а это было что-нибудь так один там к 8 к 10 и говорит это только о том что вот эти люди они гораздо дольше находятся на рынке у которых нет разрешения на работу то есть местные как бы уходят да а те долго сидят и вот поэтому на более продолжительном интервале времени значит мы видим гораздо больше этих людей что еще интересно надо их вышло что-нибудь 230 230 240 тысяч всех вместе всех вместе из которых значит там существенное большинство это вот те кто с визой с рабочей визой и там есть еще одна фишечка существенная часть этих людей а 200 тысяч ребята это большое количество народа эти 200 тысяч народа и вот существенное большинство из них не сидят в америке и не ждут проекта тут а сидят в индии вот они получили свою визу и везти их сюда чтобы тут их содержать дороговато будет поэтому они сидят дома вот и там через айпи телепония значит там с номером симулирующим начиненные штаты а проходит интервью ищет себе проект это что-то входит они притяну как бы с претензией что они в техасе или там они еще где-то вот и дальше значит в интервью в скайпе это вот а дальше уже поскольку виза уже в паспорте стоит то есть они тут же там если чего тут же в самолет сели и полетели так вот такие интересные наблюдения я даже думал что может отдельное видео на эту тему сделать может быть я еще сделаю прямо с цифрами с конкретными чтобы так вот не по памяти а не голословно и там только есть тонкость я не могу показывать экран потому что все таки это мои мои права и обязанности лицензии которые меня есть не не позволяет делать так как-то публичным то что дано мне в пользование поэтому надо подумать в каком формате мы это сделаем в общем такая вот интересная фишка американского рынка труда который сегодня в среду активней рекрутеры активнее чем например понедельник вторник четверг и уж тем более в пятницу вот мы так за разговорами да под аварию небольшую добрались до работы а уже худо-бедно 10 40 видите как получается что нельзя меня назвать жаворонком таким правильно или есть еще в американской розничной торговли есть такой термин early bird ранняя пташка такая ранняя птичка и вот вы можете там какой-то магазин и подойдете там написано early bird special то есть если вы пораньше пришли вот никогда и без вас народа много а вот допустим когда народу мало вот и вам за это какой-то дискаунт дают скидочку за то что вы пришли тогда когда народу мало с утречка с утречка вот так что я по разряду early bird сегодня точно не прохожу приятно видеть паркинг свободным невероятно приятно друзья это такое чувство думаешь и жизнь налаживается давайте я перевернул камеру а то мы с вами не виделись еще сегодня вот те кто досмотрел значит вот такой бонусный кадр знаете как одни говорят дорогу показывать другие год лицо показывай на всех не угодишь поэтому я уже так показываю чего есть слева справа аварию показал смотрите правда сколько сегодня интересного случилось на дороге вы видели американскую пробку в общем нормально поболтали я думал на вопрос какой-нибудь ответить знаете с утра пошел и у меня их там 20 штук на сайте там на форуме на сайте залив . org где откуда беру вопросы их там было 20 штук правда там один вопрос такой был длинный что он четыре поста занимает не умещается в один там десять тысяч ограничения значков значит пук то есть на 40 тысяч букв авторский авторский лист вообще серьезная вещь и что-то не вдохновился ни одним вопросом вот маленьких так чтобы раз и пошел нету а вот те которые есть они во-первых длинные во вторых как-то мы все вокруг этого ходим ruby python перспективы там с мобильными приложениями ну то есть что-то такое из одной оперы все я немножко от этих устал доберемся но просто не сразу так что друзья пойду я работаю все бла 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 только если вот вам делать нечего и вы все еще смотрите тогда ставьте лайк потому что если вы думаете что бла 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 это так просто это не так просто друзья это не так просто но в охотку так что все до следующих до скорых встреч